Работа кипит. Заканчивается третий час Олимпиады. Через несколько минут ребята должны представить на суд жюри солянку сборную мясную и блюда из рыбы. Можно я спросить, с чего вы сделали соус? Что это за рыба? Соус апельсиновый. Вот здесь яйцо я добавил, он поэтому такой темно-желтый получился. А рыба-то нет с обычным соусом. На этой кухне соревнуются 9 человек. Это студенты Севастопольского колледжа сервиса и торговли, Севастопольского торгово-экономического техникума и Севастопольского промышленно-технологического колледжа имени маршала инженерных войск Арчила Викторовича Геловани, на базе которого проходит Олимпиада. За процессом приготовления блюд наблюдает компетентная жюри. Уже с первых минут понятно, у кого есть ошибки при организации рабочего места, при приготовлении. И есть уже лидеры. Гарнир и соус ребята готовят на выбор, по своему желанию. Здесь они должны проявить творчество. Вот эта хрупкая сеточка, украшающая не одно блюдо участников Олимпиады, оказывается, готовится просто. Из воды, муки и красителя. Делится рецептом ребята. Но жюри оценивает не только вкусовые качества блюда и его оформление, но и соблюдение правил техники безопасности, организацию рабочего места конкурсантов. Ребята очень стараются, ведь среди членов жюри могут быть потенциальные работодатели. Вот выявить талантливых творческих студентов, которые любят эту профессию, которые хотят повысить свое профессиональное мастерство. Ну и, конечно, это стимул для педагогов, потому что это их ученики. Мы все переживаем, мы все волнуемся, мы все болеем. По словам педагогов, 90% студентов кулинарных техникумов после окончания учебы остаются в профессии. Можно с полной уверенностью сказать, что 50% наших учеников, это будет точно работать в профессии, именно поваров. Но еще 40% даю на то, что они останутся в профессии и официантов, и барменов, управляющих, администраторов. Студенты говорят, что в будущем мечтают о работе в лучших ресторанах Севастополя. Я бы хотела бы работать в Сосновом Бару, в остров бы хотела тоже пойти попробовать работать. Я приготовила рыбу по-викториански и соты из овощей в баклажане. Почему рыба по-викториански? Потому что эта эпоха была названа в честь королевы Виктории, и это была, наверное, самая романтическая эпоха. Победители и призеры Олимпиады поварское дело были награждены грамотами и призами. Маргарита Пронина, Денис Александрович, Севинформбюро.